Приветствую вас, друзья, из моей теплицы. Не помню, снимала ли я, когда я только посадила росточки сюда. Но вот сейчас уже эти росточки подпирают крышу моей старенькой теплицы, из которой уже много раз вышибала части, запчасти ураганными ветрами. Вот даже одна я даже не стала вставлять, потому что она как бы очень-то же хорошо для проветривания, очень даже неплохо. Ну вот, что я хотела вам сейчас рассказать, пока мы смотрим, что тут у меня растет в теплице. Хотела вам с вами поделиться тем, что произошло со мной в отпуске. Это было еще в апреле, я вам этого не рассказывала, потому что сама не знала вообще, чем это все обернется. Это все произошло внезапно, неожидаемо, и закрутилось, завертелось, и помчалось колесом, и последствия меня уже настигли. Вот, но долго интриговать вас не буду, расскажу. Хотя интрига все равно получилась, наверное, да? Вот, пошли мы как-то гулять. Уже дело было к вечеру. Пошли мы гулять по окрестностям. Я пока сейчас оборву пасынки, которые наросли тут. Пошли мы гулять с сестрой, с ее младшим сыном и с моим сыном. Пошли мы гулять. Идем, прошли мимо школы, где учатся дети моей сестры, и вдруг я увидела его. Увидела я его на развилке двух дорог. Сидел он там, очень грустный и одинокий, и очень грязный. И, наверное, уже вы догадались, кто это. Это был маленький, хорошенький песик. Сидел он там, грустный, один-одинешенько, в пыли. Но мы прошли мимо. Я так его потрепала по голове, как всегда. Да, ну как это бывает, когда ты любишь животных. Вот, и пошли мы дальше гулять. Ну, сидит песик, сидит. Да, там этих песиков. Песиков этих там, как говорится, пруд в пруди. Вот. Пошли мы дальше. И этот песик за нами побежал. Побежал он за нами. И побежал, и бежал. И я пыталась его, ну, все пытались его как бы немножечко похлопать в ладоши, чтобы он от нас отстал. И, типа, мол, отвязался и пошел к своим законным владельцам. Но песик не сдавался и упорно за нами семенил на своих коротеньких ножках. Вот. И прошел вместе с нами. Ну, мы подумали, ну, ладно, сейчас мы с ним погуляем и вернем его обратно. Ну, что же делать? Не бросать же прогулку, только начатое. Вот. Ну, сейчас пройдем с ним вместе, вернемся и посадим его, опять же, на перекрестке, где он и сидел. Но жизнь распорядилась иначе. Вот так вот. Теперь меня, наверное, муж не будет отпускать больше в отпуск одну. Вот, видите, у меня тут растут. Хотела сказать, грибочки. Видите? Огурчики. Вот. Такие хорошенькие. Вот этот уже можно сорвать. Ой. Вот. Огурчик хороший уже. Так. В общем, короче, где-то километра два он за нами бежал. Я так старалась следить, чтобы он не попал по дороге под машину, потому что он какой-то был непуганный. И кидался. В общем, короче, на нервах вся эта прогулка прошла. Километра два он за нами скакал. Попил из родника по дороге. По горам потом мы еще шли. Он за нами, за нами, по камням, по скалам. Это самое. Перебирая своими короткими ножками, как я уже сказала, за нами скакал. В общем, мы вернулись домой. Я говорю, сын, ну что, пойдем отводить. Он за нами, конечно же, да. Я говорю, сын, ну пойдем отводить его на место. Вот. А уже смеркаться стало. Уже темнота быстро наступает в Черногории вечером. Вот. И пошли мы отводить обратно нашего сопровождающего. Вот. И пришли мы обратно на тот перекресток. Ну, а он же, понятное дело, от нас не хочет отходить. То есть мы уходим, а он опять за нами. Ну, мы пошли по домам. Там несколько домов в округе. У всех поспрашивали. Все отнекиваются. Единственное, в одном только в одном доме нам сказали, что типа вот два дня он тут это шляется, этот щенок. Ну, то типа он не наш, вообще не наш. И люди так это, знаете, не очень даже так это... Не очень приветливо. Не очень приветливо нам отвечали. Ну, короче, поняли мы, что мы попали. Но мыслей никаких у нас насчет его, конечно же, не было. Единственное, что оставлять ребенка на улице на дороге, где проносятся постоянно грузовые машины на огромной скорости. Ну, я вам скажу, что в Черногории дорожные правила это миф. Так что там это самое не особо-то. У меня еще два перца растут горьких. Вот. Даже стручок есть. Видите, смотрите, какой уже вырос. И здесь тоже. Вот. Ну, как-то мне не по себе было его оставлять. Ой. И что мы сделали? Мы снимали апартамент на время нашего отпуска. Мы его взяли на ночь. Я говорю, ладно, сейчас темно. Ладно, переночует у нас. Ничего страшного. Завтра утром посмотрим, что с ним делать. Вот. Ну, и мы взяли его к себе домой в коридорчике. Его там постелили ему пледик. Поставили воду там. Купили корм. Все, в общем, покормили. Он блохастый, весь в клещах. Я говорю, ну, что надо делать? Надо, по крайней мере, хоть избавить от насекомых, что ли. И вот ночью он спал прекрасно. Вообще не шумел, не скулил, не скребся. Вообще просто идеально себя вел. Просто мы его не слышали, не видели. Утром проснулись и он нас весело встретил. Вышли в коридор. Он там спокойненько поспал. Вообще просто все прекрасно, замечательно и удивительно. Встретил нас как хозяев с утра. В общем, что делать? Стали мы искать, но на улицу естественно у меня рука его не поднималась выставить. Вы, наверное, уже меня знаете хорошо. в общем стали мы искать, стали мы обзванивать во-первых осилы. Осилы это приемник для собак, то есть это приюты для собак. Стали мы обзванивать, в одном сказали у нас нет мест, позвоните туда. Позвонили туда, сказали у нас нет места, позвоните туда. Слышите, гром немножко громыхает. В общем позвонили в еще один, там уже в городе Баре, там новый. Они сказали, типа, тоже, мы сейчас закрыты, хозяева там будут. Это были как раз выходные дни. Будут в понедельник. В общем, до понедельника типа, мы вам ничего сказать не можем. Мы даже съездили в этот осил, посмотрели. Там все так, знаете, как с картинки. Все чистенько, ухоженно. Такие клетки. Ну, мы так со стороны через забор посмотрели. Все прям как будто он образцово-показательный. Такой, знаете, для галочки. Такой приют. Но вроде нам показалось, думаю, такое хорошее место. Вот думаю, сюда-то мы его издадим. Вот такие собачки чистенькие. Все там путем. Смотритель там с нами поговорил через забор. Приехали домой. Ну и стала я читать информацию про эти приюты в Черногории. Ну и прочитала я там много всего не очень приятного. Типа того, что если за месяц не находятся собаки хозяин, то ее усыпляют. Ну это коротко, если так объяснять. В общем, короче, меня это, конечно, не обрадовало. Стали мы искать, может быть, кто-то волонтеров, то есть частных лиц. Стали искать. И сестра моя нашла на фейсбуке группу одной женщины по имени Жанна, которая занимается бездомными собаками и кошками. Человек просто, можно сказать, всю свою жизнь положил на алтарь помощи животным. И, не знаю, меня вот прямо почувствовала я после того, как мы пообщались немножечко виртуально. В общем-то, можно было почувствовать, что человек, на самом деле, у него болит сердце за животных. То есть человек, на самом деле, ответственный и так далее, и так далее. Ну, в общем, короче, вы меня поняли. Мы связались с ней и договорились о том, что мы привезем нашего питомца туда. Ну, и я еще хочу сказать, что накануне, когда мы его уже по темноте обратно повели, точнее, мы его повезли ему в машине. Там недалеко было, но мы поехали на машине, потому что у нас ни поводка не было, ничего по темноте, знаете, щенка довезти. Он постоянно еще на дорогу выскакивает. То есть мы, когда его обратно-то хотели отвезти на то место, где мы его нашли, он в машине положил голову мне на колени, закрыл глаза. Так, знаете, прямо... Ой, у меня прям слезы сразу на глаза. Даже не знаю. В общем, короче, это был такой переломный момент, когда я поняла, что все, я с ним расстаться уже не могу. Расстаться я с ним не могу. Говорю сыну, что будем делать. Я говорю, давай, говорю, его оформлять на ПМЖ в Германию. Сын со мной согласился. У меня прекрасные дети, добрые, душевные, отзывчивые, любящие животных. Поэтому для него это тоже был единственный выход из положения. Потому что никому наш пёс там в Черногории был не нужен. Там таких столько, что всё переполнено. Все переполнены, все передержки, все приюты и так далее, и так далее. На улицах их там просто кучи, и кошек, и собак. Поэтому договорились мы с Жанной, и повезли мы нашего красавца на передержку. Я сейчас в этот ролик вставлю кусочки. Я, конечно, понимаете, с самого начала, когда вот только он с нами ввязался, у меня, конечно, никаких мыслей не было, чтобы его брать, вы понимаете. Я даже такое представить себе не могла. Не, ну, представить я, конечно, могла. Ещё первый свой приезд в Черногорию. У меня уже какая-то мысль, знаете, где-то далеко в мозгу отложилось, что как бы мне не приехать домой обратно с ещё одной собакой, просто видя всё это вокруг себя. Но, серьёзно, конечно же, я об этом не думала. Да, вот сейчас я поеду, найду себе собачку, да, и привезу себе в Германию. Нет, такого вообще не было. Вот просто вообще. Поэтому, естественно, я ничего не снимала. Я в этот отпуск решила отдохнуть от камеры. Я вообще ничего не снимала почти. Ну, там, конечно, какие-то фотографии для себя или какие-то там красивые моменты я снимала семейные. Но, то есть, этого щенка я тоже, естественно, сначала не снимала до того, как я приняла решение. И вот, когда мы уже повезли его на передержку в Подгорицу, тогда я уже немножко сняла в момент передачи его на передержку. Вот. И это было в апреле, как вы понимаете. все это время милая женщина Жанна оформляла бумаги, документы, прививки и так далее, и так далее нашему новоиспеченному члену семьи. Вот. И вот буквально на днях это чудо к нам приехало. Сейчас вы его увидите. Вот оно. Вот он, мой юный монтегрианец во всей его красе. Да, это мальчик, щенок. Ему еще сейчас семь месяцев примерно, когда вы нашли, ему было около пяти месяцев. И вот оно, это маленькое чудо. Монти, Монти. Вот оно, это маленькое чудо. Оно к нам приехало. Вот он, наш красавчик, маленький малыш на коротеньких кривых ножках. Вот он, уже освоился за пару дней. буквально. Подружился с белкой, подружился с лаской и даже с кошками. И стал полноправным членом нашей семьи. А сейчас я вставлю в самом конце пару кадров еще из Черногории. Монти. 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 от болезней. Вот. Сейчас. Все, уколчик поставили, даже не заметил. Вот. это на 14 дней защитит. Понимаешь? Ага. Ага. В городах. У нас здесь чистота, потому что нет у нас здесь вируса. Он в баре был, да. Он в баре был. А там гадость. Поэтому, что нам? Самое важное сейчас сделать ему сыворотку и как можно быстрее вакцины. Месяц пройдет после вакцины, можно выдохнуть и сказать спасибо. Господи, слава Богу. Да? Он саму все кинобален. А здесь он может еще заболеть или нет? От других собак или нет? Ну, они все привитые, они все с паспортами. Все нормально, да? Вообще никаких нет. Они все привитые собаки. Просто я тоже очень боюсь. Я знаю, что в России тоже проблема с этими энтеритами и совсем... Нет, не переживай. Я сейчас сделала сыворотку, закрыла. Так уже привыкла. Сыворотка закрыла на 14 дней. Но я на следующей неделе, почему я просила вчера вам дать таблетку, да? Чтобы убить этих всех паразитов. Перед вакцинацией обязательно надо будет. Да, да, да. Но он уже чешется чуть-чуть только. Видно, там у него просто раздражена кожа. Завтра намоем. Пришло видео, как его окупали, намоем. И значит, у нас сейчас начнут праздники, но мои все будут работать. Все равно, не важно. Значит, у нас сейчас сегодня какой день неделя? В воскресенье. Значит, вот уже, значит. А как у нас это праздники? Как праздники? У Петок рады пришли? С пятницы. Доброго, Монтик. Монтик мой красавчик. Монтик мой красавчик. Значит, 1 мая тогда и пойдем. Первый другим отрадит. Разве? Тоже не рады? Боже, господи. Да, сейчас как раз эти праздники. Ну, слушай, если будут какие-то окошки в клиниках, мы сразу пойдем и сделаем вакцину. Не сразу. Все, оставили нашего Монти у людей. Вот там вот, в том доме. Это частный приют на передержке. Здесь вот у соседей такая вот идиллия. Там вот и поросенок, там вот и поросенок. Илюша, иди посмотри, там маленький поросенок. А, кстати, овечки тоже с детьми. Видишь, маленький ягненок там есть с мамой. Вот такая вот идиллия здесь. Животные, так все чистенько, так красиво. Там вот строится какой-то красивый дом слева. Там вот поросятки даже есть. Хотя, конечно, поросяток-то, наверное, выращивают на мясо. Вот вырастет поросеночек и его скушают. Ну, такая жизнь в деревне. Ничего не поделаешь, как говорится. Там вот двое. Там еще один поросенок темного цвета. Так, вот собачки лают. Ой, конечно, очень волнительно было расставаться с нашим новым питомцем, но расстались кое-как. Теперь будем надеяться, что увидимся через два, два с половиной месяца с ним. А мы сейчас едем домой. Вот такая вот небольшая история нашего нового питомца. Продолжим ее, эту историю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Продолжим эту, я думаю, очень хорошую, но очень волнительную историю уже в Германии. Так что, где-то в конце июля надеемся воссоединиться с нашим новым дружком. Всем пока-пока. До новых встреч. Вот и с Лаской познакомились. И с Лаской познакомились. Ласка, нюхай. Кажется, что это за мальчик такой тут красивый? Что за молодой человек? Да? Такие мы, всякие холюсенькие собаки мои. Да? Такие вот мы. В ямку бух называется это. Мус-мус. А, там еще и кошка. А, еще и кошка. Монти. 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 Продолжение следует...